Всем привет! Вы на канале Анука Давай-ка! И сегодня мы решили устроить новый интересный челлендж для наших пушистиков. Для него нам потребуются вот такие бокалы разного объема. Заполняем все семь емкостей ровно до половины сухим кормом. Ну и конечно не забываем про колбаску. В этом испытании каждый кусочек равен одному баллу. Так что выкладываем по одной вкусняшке в каждый бокал. Сначала большой объем, потом поменьше. И получаем вот такую картину, где все элементы на своих местах. Анют, а победит в челлендже тот, кто больше достанет колбасок с бокалов? Да, все верно. А, теперь понятно, почему они все разные. Это как степень сложности, от легкого до тяжелого. Ха-ха, точно. Ладно, давайте начинать. Я правила слушал внимательно, так что уже понял, что делать. И начну, пожалуй, с этого. Ну-ка, сервелатик, иди ко мне. Лихо ты, однако, начал. Не, ну чего мне тормозить? Как говорится, вижу вкусняшку, не вижу препятствий. По-моему, там немного не так было. Ой, Анют, не притирайся к словам. Так, отсюда я уже достал, значит очередь этого бокала. И он, судя по всему, немного выше первого. Но мне кажется, это не критично. Ведь в этом деле главное четко подцепить объект. Эй, сервелатик, я вообще-то за тобой пришел. А ты чего-то взял и забился в угол. По сравнению с предыдущим, ты какой-то негостеприимный. А мне ты нужен. Ведь как я выиграю в челлендже без дополнительных баллов? И вообще, как-то я на тебя уже много времени потратил. Пора уже применять свой тайный прием. Думаю, тут подойдет лопатный захват. Опа, иди-ка сюда. Мне кажется, ты вытащил кое-что не то. Ну да, к сожалению, этим приемом колбаску достать не удалось. А это если честно, была моя коронка. Так что выходит, что остальные бокалы мне точно не под силу, раз с этим не вышло. Поэтому пойду лучше позову следующего участника. Окей, значит результат малыша один балл. Ну наконец-то колбасный челлендж. Я уже соскучилась по вкусным испытаниям. Мы тоже. Так, в этом деле есть одно правило. Какое? Желательно не спешить и быть внимательной. Я думаю, лучше начать отсюда. Давай, Исочка, у тебя почти получилось. Молодец! Первый балл отправляется в твою копилочку. Этот балл невероятно вкусный. А мне понравилось так зарабатывать очки. Вроде и дело сделала. И тем временем аппетитный сервелатик скушала. Ну да, два в одном. Слушай, а это что такое? Как будто бы наш корм. Точно, пахнет ровно так же. Да, Иса, ты права. А на дне никаких сюрпризов случайно не закопано? Нет, все вкусняшки на поверхности. Раз челлендж без скрытых элементов, значит сконцентрируюсь на видимых. Иди-ка сюда. Эй, ну-ка в ротик. Ух ты, вот это настойчивость. Просто я с утра сегодня еще не завтракала. В любом случае, два балла в твоем активе. Что-то у меня разыгрался аппетит. Как-то этот кусочек вообще просто попал в твои зубки. Ань, голодный животик лучший мотиватор. Хочешь есть, умей вертеться. Вот он мой. Четвертый кусочек. С этих трех я уже все подоставала. Хотя кормом я так и не насладилась. Исочка, подожди. Оставь место в животике для колбаски. Ань, ну я совсем чуть-чуть. Так, с прикуску к основному блюду. К этим здоровякам нужна особая тактика. Ведь приемы, которыми я пользовалась раньше, теперь будут вряд ли эффективны. Так что нужно хорошенько пораскинуть мозгами. Ребята, пока Иса придумывает план, вы можете поставить этому ролику лайк. А кто еще не подписан, нажать на красную кнопку. Слушай, Иса, я пришла, чтобы тебя немножко поддержать. Потому что заметила, что большие бокалы тебя немного смутили. Давай ты попробуешь достать из них колбаску, а я пойду на второй этаж своего замка и буду оттуда за тебя болеть. Ох, Баффюш, спасибо, конечно, но эта задача кажется мне все менее реалистичной. Хотя с такой классной группой поддержки у меня может что-то и получиться. Да же не сомневайся, я в тебя верю на сто процентов. Была не была, раз Баффи болеет, значит пора действовать. Эй, не убегай, я здесь еле балансирую. Фух, я на полу. Исина попытка заканчивается результативным очком и в сумме у нее четыре балла. Баффюш, ну в эти стеклянные сосуды мне уж точно не удастся попасть. Как по мне, они слишком большие. Хоть и осталось два кусочка аппетитной колбаски, я все же пока завершу свое выступление. Но если будет что-то еще с вкусняшками, то зовите. Ребята, хочу поделиться с вами классной новостью. В нашем магазине мерча обновление. Появилось три невероятно классных лонгслива. Это такие тонкие кофточки, главной фишкой которых является вышитый принт меня, Мурочки и Малыша. Такой новинки у нас еще точно не было, так что обратите на нее внимание. Все нужные ссылочки, по которым вы можете найти эти вещи, будут в описании. Желаем всех приятных покупок и отличного настроения. У нас что, сегодня какой-то царский день? Ведь только им на обед подавали сразу столько еды. Нет, это челлендж и тебе нужно достать колбаску. А, ну не вопрос, здесь как раз одна скучает. Ммм, какой аромат. Иди-ка, малышка, сюда. Так, лучше этой лапой попробую. Кя, кя, кя. Эй, ты че такая оскольткая? Ладно, зубной захват самый надежный. Молодец, Юги, первый балл в твоем активе. И так как ты с этого сосуда вкусняшку уже достал, я его отставлю, чтобы он не мешал. Только корм не высыпай, он нам еще понадобится. А вот колбаска в нашем рационе не каждый день. Так что этот челлендж идеальный вариант, чтобы вдоволь полакомиться любимым продуктом. Правда, что-то он не хочет вылазить ко мне. Спрятался за своей стеклянной стеной и лежит там тихонечко, как кусочек морской соли. Кстати, я ж после предыдущей колбаски еще не попил. А вкусняшка, как правило, солененькая. И чтоб вкусовые рецепторы работали правильно, надо их смачивать водой. И я знаю, где это сделать. Эй, Юги, ты опять пришел выпить всю жидкость с моей тарелочки? Да, я чуть-чуть. Просто промочу язык и все. В твоем темном царстве водичка всегда холодная и очень приятная. А то мне увлекайся, а то после твоих посиделок у меня все запасы пресной воды заканчиваются. Бахюш, помнишь, что Аня говорила? Миллион лайков на конкретном ролике и я к тебе больше не прихожу. Пока ребята столько лайков поставят, то у меня целый океан выпьешь. Ань, а зачем столько корма в аквариуме? Разве рыбки его едят? Ха-ха, нет, присмотрись получше, там колбаска. Ага, точно, большой красивый кусочек лежит. Ух ты, и здесь тоже. Да что у нас сегодня праздник живота? Они такие аппетитные, что еще чуть-чуть и со рта потекут слюнки. Кстати, эти бокальчики мне нравятся больше, ведь такой размер лучше подходит к моему росту. Только я не могу понять, почему эти вкусняшки такие неподвижные. А чего им двигаться? Это же колбаска. Ну да, хотя было бы прикольно, если бы они превратились в маленьких лягушат и все в один момент выпрыгнули с этих сосудов. Ха-ха, ты лучше не фантазируй, а челлендж проходи, где нужно доставать колбаску. Вот смотрю на них и у меня живот урчит. Так бы и съела весь этот сервелат. Но, к сожалению, я еще не научилась нужным приемам, поэтому пока останусь без приза. Мурочка, если хочешь колбаску, просто ее доставай. Ну я-то попробую. Ну, что-то мне подсказывает, что против этого бронебойного стекла мои лапы бессильны. Мурочка, так его не нужно разбивать. Просто засовываешь лапу внутрь. Ай, не. Я сегодня пачкать лапки не планировала. У меня ветеран важная встреча. Ребята, поздравляем всех с началом лета. И к этому событию у нас есть классная новость. На всех музыкальных площадках вышла наша новая песня. Послушайте ее, пожалуйста. А потом напишите в комментариях, стоит ли нам на нее снимать клип или нет. Анют, давай вкашать всю комнату, установим скрытые камеры. И посмотрим, что будут делать котики с твоими бокалами из челленджа. А что, прикольная идея. Мне кажется, должно получиться интересно. Мы собрали всех пушистиков в комнате, поставили две скрытые камеры и разложили новую колбаску во все емкости. Без нашего присутствия в комнате усатики ведут себя более раскрепощенно. Они, как правило, сразу идут на разведку и обнюхивают те предметы, которые нетипичны для этого места. Как видим с этой камеры, главной по бокалам как была Иса, так и осталась. Она первой подошла к емкости с вкусняшкой и без каких-то затруднений достала одну из них. Я, если честно, ни капельки этому не удивлена. Затем наша чемпионка начала двигать бокал, применять какой-то прием. Сначала один раз хорошенько его протащила. Но, к сожалению, попытка оказалась неудачной и колбаска не выпала. А затем и второй раз передвинула его на пару сантиметров. Что, никак не удается достать вкусняшку? Да, застряла между кормом и не хочет вылазить. Лучше уж отсюда попробую достать. Эта кошечка явно любит сервеладик. Вы что, еще одну достали? Так как у вас это выходит? Пока все занимались своими делами, Иса никуда не уходила и внимательно все рассматривала. А потом выбрала новый для покорения бокал и начала действовать. Правда, в этот раз были использованы новые приемы. Я, если честно, даже не знаю, как назвать. То ли буря в бокале, то ли перемешивание супа. В любом случае, Исочка очень сильно старалась и хотела достать вкусняшку. А через пару мгновений произошло то, чего я совсем не ожидала. Кошка перевернула бокал. И как видите, из такого положения она с легкостью добралась до вкусняшки и с удовольствием ее стрескала. Не поняла, это вы бокал перевернули? Угу. А с этим так сможете? В них месячный запас моего питания. Немного поразмыслив, целеустремленная кошка вернулась к тому бокалу, который она уже двигала. И пыталась из него достать ароматный сервеладик, но покорить его не такая легкая задача. В это же время, наша Бафюша откуда-то достала синтепон и вытащила его на центр комнаты. Скорее всего, это еще зимнее украшение, которое по какой-то причине завалилось за замок и лежало в непроходном месте. Мам, ну что ты там все ковыряешься? Вот же на полу уже есть корм. Да я знаю, но я охочусь за колбаской. В итоге, через несколько минут, Иси удалось достать этот кусочек и с удовольствием им полакомиться. Бафюшина находка заинтересовала самую маленькую, и Милси сперва решила с ней поиграться, а потом устроила из нее лежанку. Кроля, конечно, поднапряглась в моменте, но с малышкой разбираться не стала и отправилась в замок по своим делам. Малыш же, как вожак стаи, тоже вышел посмотреть, что за новый объект появился в комнате. Обнюхал его хорошенько, проанализировал на опасность и решил, что все окей. И отправился уже к известным ему бокалам. Я подумала, что он хочет перекусить, но скорее всего он выискивал колбаску. Тем же в какой-то момент занялась и Рыжуля, а рядом словно молния промчалась Милси. Ой, ты там поаккуратней с моим синтепоном, мне еще крышу следующей зимой им накрывать. Как по мне, поставить скрытые камеры было хорошей идеей. Ведь в такой обстановке котики беззаботны и ведут себя расслабленно, а значит могут совершать разные смешные поступки. Ребята, вот такой выпуск у нас получился. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Также загляните в наш магазин с мерчом, а на досуге послушайте новую песенку. Ну а на сегодня у нас все. Всем пока и до скорых встреч. А вы уже смотрели это видео? Мне кажется нет. Скорее нажимай. А, уже смотрели? Тогда жми сюда и выбирай другое. Субтитры сделал DimaTorzok